Добрый день, уважаемые коллеги и слушатели. Хочу поблагодарить сразу, пользуясь случаем, ЦПР Норма Министерства Финансов Республики Избекистан за вот эту доставленную возможность и за всю вот эту инициативу больших реформ республики, происходящих совместно уже даже по направлению финансового учета и финансовой отчетности. Я рад быть частью этой инициативы. Я в лице нашей компании Wisdom Advisory, которая была недавно создана выходцами из большой четверки и мы рады быть той частью больших реформ и помочь нашим слушателям в приобретении каких-то знаний в области МСФО. И спасибо всем, кто сейчас уже успел присоединиться. Думаю, что нам следует начинать. Я, наверное, коротко расскажу о себе, чтобы было понятно, кто ведет эту сессию. Меня зовут Сайдабо Сайдалимов, являюсь членом ACCA, являюсь старшим менеджером и учредителем компании Wisdom Advisory. До поступления в Wisdom Advisory около 10 лет работал компанией Большой четверки, а до этого у меня еще была возможность работать в разных индустриях и производственных, и сервисных организациях, организациях, предоставляющих разных услуг. Сегодняшняя наша сессия, коротко о себе, сегодняшняя наша сессия посвящена запасам, то есть это МСФО, второй стандарт МСФО, международных стандартов финансовой отчетности, является довольно-таки несложным стандартом, но он затрагивает большинство производственных компаний, плюс, конечно же, услуги тоже, когда это ритейл, когда продажи других индустрии, вот везде запасы как бы участвуют. То есть, наверное, не будет преувеличением сказать, что большинство компаний имеют у себя запасы в той или иной мере. Конечно же, запасы – это основная часть для производственных предприятий, для ритейлеров, а в большинстве основных случаев тоже мы имеем дело с запасами. Давайте тогда начнем наши запасы. Содержание нашего сегодняшнего вебинара полностью посвящено запасам, то есть МСФО, второму стандарту. Вначале мы поговорим об определении, что являются запасы, потом становимся на критериях признания и первоначальные, последующие оценки или же списания запасов. Обязательно, поскольку финансовая отчетность, она обязывает нас представить некую минимальную информацию нашей отчетности по запасам, поэтому покажем, где мы представляем наши отчетности и наши запасы и какие есть основные требования к раскрытию. Пожалуй, начнем с определения. Давайте посмотрим, что нам стандарт говорит в определении. Запасы – это активы, которые в первую очередь предназначены для продажи в ходе обычной деятельности. То есть это может быть нашей готовой продукцией или же товарами, которые мы приобрели в целях перепродажи. Также запасами могут являться находящиеся в процессе производства для такой продажи. То есть мы являемся производственной компанией, у нас производятся некие товары, и любые товары, которые все еще находятся в процессе производства, то есть незавершенное наше производство, они тоже являются нашими запасами. То есть она входит тоже в определение запасов. Еще один фактор запасов – это любые наши находящиеся у нас во владении товары или же в виде сырья и материалов, которые будут потребляться в процессе производства или в составлении услуг. То есть мы говорим любое сырье, которое мы закупали или материалы, которые мы намереваемся использовать в процессе нашего производства. Наш производственный цикл требует от нас своего рода неких материалов или же сырья. Вот это все тоже является запасами для нас. Наверное, стоит еще сказать, что у нас являются активами. Мы все знаем, активы у нас – это ресурсы, которыми компания владеет из предыдущих наших действий, которые мы контролируем и которые в будущем нам будут приносить своего рода экономическую выгоду от ее потребления или же продажи и производства. У нас есть такой маленький вопрос – являются ли материалы, предназначенные для строительства объектов основных средств, статей запасов? Такой маленький вопрос чисто для того, чтобы мы понимали, что является для нас запасом, все ли может являться для нас запасом. Поэтому попросил бы вас, всех, кто слушает, любезно просто ответить, являются ли эти материалы, предназначенные для строительства объектов основных средств, статей запасов? Можете, пожалуйста, в чате, кто может ответить, да или нет, ответ. Это ответа достаточно, потому что мы дальше будем обсуждать, почему, да или нет. Хорошо, так, у нас ответ, большинство ответили, да, все, точнее все, кто ответили, ответили да, а все, кто не ответили, я надеюсь, буду считать, что вопрос понимали и хотели ответить нет. Так, у нас ответ является, правильным ответом является нет, не является, так как такие материалы не отвечают определению запасов. Если мы вернемся в наше определение запасов, у нас запасами могут являться предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности товар, активы. Являются ли вот именно материалы, которые мы намереваемся использовать в строительстве наших основных средств, предназначенными для продажи? Ответ нет. Они также не находятся, кстати, не находятся в процессе производства, и они, по крайней мере, не будут потребляться в процессе производства. То есть мы эти материалы используем для создания нашего основного средства. То есть все такие запасы у нас будут числиться в составе наших основных средств. Дальше критерии признания, да, это тоже очень важно. Чтобы признать наши активы как запасы, да, запасы должны отвечать следующим критериям. Первое – это критерии именно определения в самом стандарте. То есть вот эти три критерии, к этим определениям она должна относиться, и должно существовать достаточная вероятность, что любая экономическая выгода, имеющая отношение к данному объекту, будет получена. То есть это исходя из определения самого актива, да, что актив может быть нашим, если мы от нее получим в будущем какую-то выгоду. И третье – что объект должен обладать какой-то стоимостным выражением, да, или же оценкой, которая может быть надежно измерена. То есть если мы имеем что-то, но мы не знаем цену, или же не можем надежно измерить ее цену, тогда нам будет сложно признать такого рода активы как запасы. Надеюсь, до этого момента всем понятно. Дальше у нас будет чуть интереснее, конечно, мы пока только говорим о теории. У нас будут несколько примеров, которые мы попытаемся применить, то, что мы сейчас уже озвучили. Давайте дальше продолжим тогда первоначальная оценка. Наши запасы первоначально, конечно, заоцениваются по себестоимости. То есть, что для нас является себестоимостью – это все затраты, понесенные для приведения запасов в их текущее состояние и местоположение. И компонентами будут являться в первую очередь затраты на приобретение, это все прямые затраты, затраты на переработку, если мы производим, и, конечно же, прочие затраты на доставку и доведение до текущего местонахождения и состояния запасов. То есть, это дополнительные расходы для доведения нашего актива до его местонахождения. Дальше по каждой из компонентов в отдельности сейчас будем останавливаться. Мы сейчас говорим, что мы признаем наши запасы по себестоимости, у которой вот эти три компонента. Но обязательно нужно обращать внимание на то, что затраты наши должны быть понесенными для приведения запасов в их текущее состояние и местоположение. То есть, это основное требование в стандарте. Посмотрим вот первую из компонентов – затраты на приобретение запасов. Они включают в себя цену покупки за вычетом торговых скидок и других скидок, если у нас таковые есть. Импортные пошлины и прочие налоги, кроме тех, которые впоследствии возмещаются, то есть невозмещаемые. И затраты, конечно же, на транспортировку, погрузку, разгрузку, другие непосредственно относящиеся к приобретению расходов. Здесь вот мы сказали цену покупки за вычетом торговых и других скидок. Это тоже очень важный момент. Если мы имеем какую-то скидку от нашего сапплайера, мы должны будем такие скидки вычитывать из цены нашей покупки, если они предоставляются. Но могут быть моменты, когда есть условные скидки, то есть какие-то объемы, если достигаются, нам предоставляют скидки. Поскольку у нас запасы в последующем еще будут являться себестоимостью нашего производства, мы должны будем такие скидки, если мы получаем, исключать из наших либо остатков запасов, или же из себестоимости проданных товаров. Давайте рассмотрим один из примеров отражения скидок в цены покупки. Если мы являемся агентом по продаже автомобилей, и мы получаем скидку от производителя при достижении установленных объемов продаж. То есть, когда определенное количество автомобилей продано и больше не числится в запасах в составе товаров для перепродаж. Мы должны в этом задании определить, в какой момент агент должен признать предоставленную скидку. То есть, мы понимаем, что у нас есть агент по продаже автомобилей, у него свой автосалон, он принимает от производителя автомашины для цели перепродажи. И если автопроизводитель говорит, что он может получить скидку, когда он достигнет определенных продаж, именно в объеме, в какой момент этот агент должен признавать у себя вот такую скидку. Понятно, если при покупке мы еще не знаем, мы не можем сразу же признать скидку. Или же все-таки в какой момент, вы думаете, мы должны признавать скидку. Пока у нас один ответ. Ну, давайте тогда, если этот вопрос может вам не очень звучит, давайте рассмотрим правильный ответ. Скидка от производителя – это пока что условный актив, потому что в момент, когда мы приобретаем и начинаем наши продажи, мы еще точно не знаем, насколько мы можем достигнуть наших оборотов для получения данной скидки. Поэтому пока у нас условный актив, он может быть признан только, если его получение является практически бесспорным. Пока у нас этого нет. Но скидка, так как скидка относится к проданным запасам, она должна уже отражаться в уменьшении себестоимости продаж. То есть, что автопроизводитель говорит? Автопроизводитель говорит, что при достижении объемов и что нет уже данных товаров в запасах, только в этом случае автопроизводитель дает нам скидку. И мы, поскольку, если мы достигаем, ответ был правильным, при достижении наших объемов, мы можем сразу же признавать эту скидку. Но, поскольку, когда мы достигнем этого результата, вы сами все понимаете, у нас уже этих активов в наших запасах не будет, и поэтому мы ее проводим через нашу себестоимость. А если у нас было убеждение, что мы бесспорно получим такую скидку, что у нас точно будут такие объемы продаж, конечно же, в таком случае нам 37-й стандарт позволял бы признавать некий вковный актив в виде скидки для запасов. Продолжаем тогда дальше. У нас еще были две другие компоненты, если помните. Первый компонент это на покупки. Дальше у нас затраты на переработку запасов, это в основном производственные предприятия. Это все прямые затраты на оплату труда, на любые постоянные переменные производственные накладные расходы. Все они тоже являются частью себестоимости наших запасов. И третий компонент у нас, ну, прочие затраты, затраты на доставку и доведение до текущего состояния запасов, тоже включается в состав запасов. Только в той степени, да, здесь нужно обязательно эту оговорку делать, в той степени, в которой они связаны с доставкой и доведением до текущего местоположения и состояния. Здесь ничего сложного. Давайте вот один еще пример посмотрим. Затраты на хранение, включаемые в стоимость запасов. У нас такой пример. Производство виски включает в себя этап выдержки виски в бочках в течение нескольких лет, прежде чем разливать его в бутылки. То есть мы понимаем, что специфическое производство нужно в какой-то мере удерживать, вот эту выдержку сделать, чтобы она имела определенного рода качество таланта. И только после этого ее разливают в бутылки. И здесь у нас вопрос. Определить, необходимо ли подобные затраты на хранение включать в стоимость виски. То есть мы должны понимать, вот эти все виски, они хранятся в больших либо резервуарах, либо в бочках. Естественно, они требуют какого-то места, где ее хранить с обязательными условиями хранения. И все это затратно. Такие затраты нужно ли включать в себестоимость наших запасов? Ответ «Да» или «Нет» достаточно. У нас уже есть первый ответ. Спасибо. Другие участники, что вы думаете? Да. Спасибо. Вот уже ответы появились. Спасибо. Евгений, Илхиджон. Вот этот ответ. А, нет. Спасибо. У нас уже есть противоречивые ответы. Пока большинство считает «Да», но у нас еще есть ответ «Нет». Давайте все-таки посмотрим тогда на ответ. Правильным ответом, конечно же, будет ответ «Да». Затраты на хранение должны включаться в стоимость запасов. Только если такое хранение необходимо, конечно, в производственном процессе для перехода к следующему этапу производственного процесса. В нашем случае это виски, да? Оно, эта выдержка необходима для того, чтобы привести его в состояние, пригодное для продажи. То есть производители виски этого понимают. Они вынуждены от нескольких месяцев до нескольких лет удерживать у себя в резервуарах такого рода товар. Аналогичным примером может являться еще производство сыра. Производство сыра тоже требует определенного рода выдержку. И, соответственно, такие затраты хранения именно, они должны будут включаться в себестоимость нашего произведенного сыра. Такой же аналогичный пример, как есть. Участник, который ответил «Нет». Те, кто ответили «Да», спасибо, да, вы были правы. Участник ответивший «Нет». Можете, пожалуйста, поставить плюсик, если вы уже согласны с ответом, и вам это уже было понятно. Спасибо большое. А тогда продолжаем дальше, да? Так, последующая оценка. То есть мы сейчас сначала поговорили о том, что чем являются наши запасы, да? Ее первоначальное признание рассмотрели. Теперь последующая оценка. То есть у нас запасы уже есть. Как же они у нас показываются в нашей отчетности? Последующая оценка запасов должна производиться по наименьшей из двух величин. То есть либо это себестоимость, либо чистая цена продажи. Тут о себестоимости мы поговорили, да? Сейчас вот все наши затраты, связанные с производством и приведением наших запасов в их текущее местоположение и состояние. Все эти себестоимости, они у нас были уже, да? Накоплены. Но стандарт говорит, что наша последующая оценка, да? Мы признали по себестоимости, но потом должны посмотреть, насколько наша себестоимость или же чистая цена продажи являются наименьшими. И вот по той наименьшей цене или себестоимости, или чистой цены продажи, мы должны учитывать наши запасы. Наверное, если кому-то не очень понятно, вот чистая цена продажи, что она является, да? Давайте рассмотрим ее. Чистая цена продажи. Это расчетная цена продажи в ходе обычной хозяйственной операции, да? За вычетом, конечно же, расчетных затрат на завершение производства и расчетных затрат, необходимых для завершения продажи. То есть, эта чистая цена продажи равняется чему? У нас была расчетная цена продажи, да? Мы думали, мы продадим ее за 150, например, да? Но есть у нас, конечно, еще затраты на завершение производства. То есть, мы намереваемся продать за 150, но у нас еще товар не произведен до конца. Может, она должна быть доупакована, да? Есть какие-то затраты для завершения. И затраты на продажу. Есть определенного рода, может быть, оплаты для агентов, да? Или же какие-то другие расходы для продажи. Вот эти затраты минусуются от нашей расчетной цены продажи, и она является нашей чистой ценой продажи. Чистая цена продажи представляет собой стоимость специфическую для данной организации. Не всегда эта чистая цена продажи соответствует справедливой стоимости данных товаров. Поэтому не надо здесь путать. Мы говорим о специфической цене для каждой из организаций, исходя из их ситуации по произведенным или же продаваемым ими товарам. Оценка чистой цены продажи, да, вот, она должна производиться в каждом отчетном периоде с учетом любых колебаний цен или же предназначения запасов. У нас сейчас будет пример на каждой из этих ситуаций, да? Что здесь важно? Важно понимать первое, что чистая цена продажи – это своего рода оценка, которую нужно делать в каждом отчетном периоде для того, чтобы определить, какой же ценой нам нужно указывать наши запасы. Это обязательное требование. Но она, конечно же, должна включать в себя любые изменения в ценах, непосредственно относящихся к событиям, произошедшим после окончания отчетного периода, в той мере, в которой такие события подтверждают условия существования на конец отчетного периода. Что мы говорим? Любые колебания цен, которые произошли после нашего отчетного периода, но которые дают как своего рода индикатор того, что данное колебание цен, оно уже имело место к концу нашего отчетного периода, поскольку оно как-то связано именно с событиями, которые должны были произойти до окончания нашего отчетного периода. Еще у нас предназначение самих запасов, сырье и прочие материалы, предназначенные для использования в производстве запас, не списываются до уровня ниже себестоимости, если готовую продукцию, в состав которой они войдут, предполагается продать по цене соответствующей себестоимости или выше себестоимости без убытка. У нас есть запасы, если мы их используем в процессе нашего производства, или же мы такие запасы перепродаем, вне зависимости от того, какую цену они имеют на рынке в данный момент, если мы можем такие запасы использовать в производстве и с достаточной маржой перепродавать наши товары, или же данные же запасы мы каким-то другим образом можем использовать у нас в ходе нашей деятельности. Не обязательно такие тоже запасы списывать до уровня ниже себестоимости. Так, давайте вот примеры рассмотрим, будет более понятно. Первый пример – это оценка чистой цены продажи запасов с учетным колебаниями цены. Пример из компаний, которые являются поставщиком комплектующих крупному автопроизводителю. Наверное, такой самый подходящий пример в Узбечистане. У нас тоже есть автопроизводитель. Значит, поставщик комплектующих данному автопроизводителю на конец отчетного периода имеет балансовую стоимость комплектующих, которые составляют, скажем, 1 миллион рублей, которая является выше, чем обычно. Если мы говорим, что поставщик таких комплектующих на конец отчетного периода обычно имеет 500 тысяч рублей запасов, а в этом случае у него запасы составили 1 миллион, выше, чем обычно. После окончания отчетного периода автопроизводитель объявил об изменении дизайна автомобиля и, как следствие, данные комплектующие больше не могут быть использованы, они не взаимозаменяемы между моделями. То есть автопроизводитель после окончания отчетного периода вышел и сказал, у нас будут новые модели, мы останавливаем производство старое или же просто новый дизайн, он не будет включать вот тот компонент, который поставщик поставлял автопроизводителю. И здесь вопрос. Определить, должна ли компания А отразить оценку комплектующих на конец отчетного периода. То есть у нас быстрая первая реакция уже была. Есть и другие тоже, кто слышит. Давайте вот я еще раз быстро там перефразирую. Поставщик поставлял комплектующему автопроизводителю. На конец года у него остатков больше, чем обычно осталось. Сумма на 1 миллион. И по окончанию отчетного периода, то есть в новом году, автопроизводитель объявил об изменении всего его дизайна. И в этом случае те комплектующие, которые остались в остатке у компании поставщика, они не являются взаимозаменяемыми. То есть они не могут быть использованы в новых моделях. И вопрос. Есть ли здесь оценка? И нужно ли отражать эту оценку? Еще у нас один ответ. Спасибо, все ответили верно. Конечно же, да. И рассмотрим, почему да. Оценка чистой цены продажи, запасов, производства с учетом колебаний цен, непосредственно относящихся к событиям, произошедшим после окончания отчетного периода. В той мере, в которой такие события подтверждают условия, существовавшие на конец отчетного периода. Что это говорит? Это говорит о том, что существовали ли условия, которые подтверждают оценку на конец отчетного периода. И ответ да, поскольку, вы сами понимаете, дизайн автомобиля не делается за несколько дней. Это, скорее, несколько месяцев, если не года, чтобы определиться с новым дизайном, ждите ее прототип, договориться с инженерами, что такого рода новый дизайн, он технически возможен, ее можно производить. Такого рода событий не происходят быстро. И то, что автопроизводитель после окончания года объявил, ни в коем случае не говорит о том, что это случилось только тогда. Конечно же, автопроизводитель много своего рода делал анализы достаточно долгое время. И, естественно, это говорит о том, что события существовали до окончания нашего отчетного периода. На конец отчетного периода у нас уже была ситуация, когда новый дизайн уже был в ходе утверждения у автопроизводителя. И вторым индикатором еще являются, конечно же, большие остатки. Большой остаток, больше, чем обычно, сразу должен был вызывать вопрос, о том, что почему же такие большие остатки. И поэтому ответ, конечно, правильный ответ, это ответ «да». Такого рода изменение, оно является фактором до нашего отчетного периода. И, естественно, такую цену мы учитываем. Давайте еще один пример. Посмотрим именно для определения, например, нашей чистой цены продажи. Как раз-таки это будет таким хорошим наглядным примером. берем пример, у нас есть компания, у которой есть товар 1, 2, 3, есть сырье 1, еще готовый продукт 1. Их себестоимость указана, да, вот 100 тысяч для товара А, 50 тысяч для товара А, для товара А1 – 100 тысяч, для товара А2 – 50 тысяч, для товара А3 – 75 тысяч, для сырья – 100 тысяч и для готового продукта – 200 тысяч. Это себестоимость. Потом, у компании есть расчетная цена реализации, то есть цена продажи, да. Цена продажи для первого товара – 120 тысяч, для второго – 60 тысяч и так далее. Вот видим цену. И, конечно же, чтобы продать, у нас есть какие-то своего рода расчетные затраты на завершение продажи. И здесь нам дается вопрос. А, еще одно уточнение. Рыночная цена на сырье на отчетную дату снизилась до 90 тысяч. Это сырье, да, у нас, мы говорим, себестоимость у нас 100, расчетная цена реализации – 120. И ее рыночная цена на сырье на отчетную дату снизилась до 90 тысяч. И у нас вопрос – определить сумму запасов на конец отчетного периода. Давайте вместе все это сделаем, этот расчет. В первую очередь берем нашу себестоимость. Теперь, чистая цена продажи. Какова будет чистая цена продажи для товара один? Для товара один она будет 95, поскольку, если мы посмотрим, у нас расчетная цена реализации было 120 тысяч, а расчетные затраты на завершение продажи было 25. То есть от 120, если отнимаем 25 тысяч, это будет той чистой ценой реализации для нас. И так далее. Мы можем здесь как раз таки определить для каждого из наших товаров такую чистую цену продажи. Для товара два это будет 55, для товара три это будет 70, для сырья у нас это будет 110, и для готовой продукции у нас это будет 210. Давайте, да, вернемся вот эту чистую цену продаж. То есть мы все поняли, как мы вывели вот эту чистую цену продаж, да, вот эту колонну. Теперь, что нам стандарт говорил? Как мы должны были учитывать наши запасы? Мы должны были учитывать по, если помните, наименьшей из себестоимости или же чистой цены продажи. Поэтому в каждом из случаев для товара один, два, три и сырья и готовой продукции мы рассмотрим, какой является минимум. Для товара один это, конечно же, 95, для товара два это 50, для товара три это 70, для товара, для сырья у нас 100, и для готовой продукции у нас 200 тысяч. Таким образом мы можем определить, какая же у нас должна быть балансовая стоимость на отчетную дату. Везде по наименьшей. И общая цена у нас получается 515 вместо себестоимости 525. Таким образом у нас, как вы видите, уже есть некого рода уценка на 10 тысяч. Надеюсь, этот пример был понятным. Продолжаем дальше. Мы сейчас сказали, что у нас была уценка в 10 тысяч. Но может быть случай, и стандарт нам этого позволяет, когда обстоятельства, которые привели к уценке, они могут просто прекратиться. То есть, если их уже нет, такого рода уценки могут быть сторнированы. То есть, обратно учтены в пределах суммы первоначального списания. То есть, если мы 10 тысяч на нашем предыдущем примере должны были уценить, и если этих условий уже не существует в последующем, мы до 10 тысяч можем обратно вернуть нашу уценку. Но нам нужно в любом случае учитывать всегда себестоимость и пересмотренную чистую цену продажи всегда. То есть, если мы на 515 уценили, 10 тысяч у нас уценка была, и на новый период у нас либо себестоимость уменьшается, либо же чистая цена продажи уменьшается, тогда мы можем эту уценку только вернуть до того уровня, чтобы выравнять с наименьшими себестоимостью или новой чистой цены продажи. Надеюсь, это тоже было понятно. Дальше у нас еще списание или же использование в производстве наших запасов. Есть три метода, которые нам стандарт говорит, что мы можем использовать при списании. Первое – это специфическая идентификация индивидуальных затрат. Такие затраты бывают, точнее, такого рода учет мы применяем, когда у нас есть уникальные какие-то запасы или же просто невзаимозаменяемые запасы, или же запасы, которые сделаны под конкретным проектом. В таких случаях мы говорим, что мы определяем эти уникальные товары и их списываем по их собственной себестоимости. Кроме этого, у нас еще есть два других метода списания. Это FIFO и AVECO. Если по стандарту посмотреть, FIFO – это то, что у нас первое пришло, первое ушло, и AVECO – это средневзвешенная стоимость. Когда у нас, например, есть товары, которые взаимозаменяемые, они по определенным характеристикам являются одинаковыми, такие товары мы можем и мы используем постоянно в нашем производстве. Естественно, в таких случаях мы можем и должны применять либо FIFO, либо средневзвешенную стоимость. И выбранный такой метод, он должен применяться для всех запасов, имеющих одинаковый характер и способ использования. Если мы, например, определили для одного вида товаров, что мы будем использовать FIFO, мы должны будем для всех таких товаров использовать FIFO постоянно. Либо если средневзвешенную выбрали, можем только средневзвешенную. для разных товаров мы, конечно же, можем выбрать для одного вида товаров специфическую идентификацию, для другого FIFO, для третьего средневзвешенную. Но ни в коем случае для одного и того же вида запасов использовать разные методы. То есть постоянство нужно придерживать. Оценка при списании выбытия для FIFO. Запасы используются в порядке их поступления. То есть первое, что пришло к нам как запас, у нас имеется ее собственная себестоимость. Вот по той себестоимости она и списывается у нас в запасы. Это FIFO, метод FIFO. А средневзвешенная стоимость, то есть метод AVECO, в этом случае мы исчисляем для всех наших запасов единую цену на конец отчетного периода, которая является общей ценой на начало периода, плюс все закупленные или произведенные товары в том периоде. что вместе перемещать и разделить на общее количество и нам даст такого рода средневзвешенную счету. И мы списываем наши товары. Если у нас учетная политика по средневзвешенному стоимости, по такому расчету мы списываем наши запасы. Так, мы уже приходим к завершению нашего вебинара. То есть мы довольно-таки молодцы, успеваем. Конечно, мы предусмотрели еще время для вопросов и ответов, если у кого-то будет. Смотрите, мы сейчас из нашего вебинара большую часть уже прошли. То есть мы посмотрели определение запасов, что для нас является запасом по стандарту, посмотрели, как ее первоначально признаем, последующую оценку посмотрели, посмотрели, как мы списываем по требованиям стандарта. Дальше у нас еще, если мы все это сделали, это мы завершили учет. Но теперь остается сделать отчетность, сделать своего рода репорт. Так, и стандарт нам говорит, где и что мы должны указать. В отчетности отчет о финансовом положении, или ее другое название, форма 1 национальных стандартов, или же раньше мы говорили, что это баланс. В балансе у нас запасы входят в состав оборотных активов, то есть это краткосрочные активы, и отдельно запасы учитываются. А в отчете о совокупной прибыли, это форма 2, или же отчет о прибылях и убытках, наши запасы могут быть как в составе себестоимости, так и в составе других расходов, типа управления и коммерческие расходы, можно просто одним словом сказать, административный расход. То есть у нас в отчетности она и там, и здесь имеет свое место. Кроме этого стандарт еще требует раскрывать минимум информации. Основные раскрытия какие? В первую очередь стандарт требует, что мы раскрыли принцип учетной политики, принятые для оценки запасов, включая способ расчета себестоимости. То есть мы сказали, что у нас наши запасы оцениваются по наименьшей из себестоимости или же чисто цены продажи. То есть это нужно будет раскрывать в нашей финансовой отчетности. Мы говорим об этом. какой способ мы применяем для расчета. Дальше у нас стандарт требует, что мы раскрываем балансовую стоимость, общую балансовую стоимость, плюс мы дальше раскрываем ее, наши запасы по категории. Сейчас я скажу, какие категории могут быть. Например, в категории запасов товары, сырье, материалы, незавершенное производство, готовые продукты. То есть это вся информация обычно у нас в бухгалтерии имеется. И мы тем самым можем удовлетворить это требование стандарта более-менее легко. Дальше стандарт еще требует, чтобы мы раскрывали величину запасов, списанных на расходы периода. То есть на какие расходы мы несем. Дальше стандарт еще требует, чтобы мы обязательно показали, какая была сумма оценки запасов, если, конечно, такое было, признанная в качестве расходов в отчетном периоде. То есть если у нас чистая цена продажи была меньше, чем наша себестоимость, у нас была своего рода уценка. И такого рода уценку обязательно тоже нужно показывать. Более того, стандарт требует, чтобы мы, когда показываем нашу балансовую стоимость по категории наших запасов, мы должны еще раскрывать, какая часть всех запасов оценена по вот этой именно чистой цене продажи. еще стандарт требует, чтобы мы, если была у нас восстановленная сумма оценки, то есть была оценка, а потом в последующем периоде она была возвращена, то есть сформирована, такого рода сумма оценки тоже должна быть раскрыта в финансовой отчетности. Более того, мы должны раскрыть, какие обстоятельства привели именно к восстановлению. то есть в разделе запасов нам нужно будет такого рода восстановление оценки и саму оценку показывать. А еще последнее, что мы можем для основных раскрытий сказать, что это стоимость запасов, выступающих в качестве залога для обеспечения обязательств. То есть могут быть случаи, когда наши запасы переданы, не переданы, а числятся в качестве залога для обеспечения каких-то обязательств. Это могут быть как обязательства нашей компании, так и обязательства третьих сторон или же связанных сторон, для которых какие-то наши запасы были представлены в качестве залога. Стандарт требует, чтобы компания раскрыла такую информацию. В принципе, этим самым мы завершили наш вебинар по запасам. Мы прошлись по стандарту, по всем основным моментам. Это было такое краткое описание. Те наши слушатели, которые являются бухгалтерами, вели учет по национальным стандартам бухгалтерского учета, они могли слышать очень много схожего. Потому что у нас и в национальных стандартах тоже есть стандарт запасов. И там тоже все эти моменты уже учтены. Единственное, что для перехода в МСФО является важным, это последовательное применение принципов. Если мы применяем FIFO или же AVECO, чтобы это было у нас последовательно. или же делаем ли мы проверку правильности расчетов FIFO или AVECO. Бывают случаи, когда у нас наша учетная система 1С или еще какая-то система может какое-то рода имеется ошибки и могут возникнуть у аудиторов вопросы по правильному расчету. Или же уценка, про которую мы говорили, которая говорится и в национальных стандартах бухгалтерского учета. К сожалению, мало кто у нас занимается тем, чтобы смотреть на вот эту чистую цену продажи. и в большинстве случаев при составлении отчетности по международным стандартам вот эта уценка и является, может быть, основной корректировкой финансовой отчетности по международным стандартам при переходе с национальных стандартам. Ну, этим самым все. Спасибо большое всем участникам.